За что я люблю World of Tanks? Ну вот так вот, взял и пропал. Ты же шутишь, Джон? У меня не было максимум час. Как мог Лукас пропасть-то? Да не знаю, Еленич, не знаю. Он вроде бы с нами стоял, а потом вдруг бац, и его нету, понимаешь? Нет, Джон, я не понимаю. Ты охренел, что ли? Я тебе сказал, смейте мне! А вот и очередное похищение. А я ведь говорил, нельзя подходить к мороженщику. Не послушали Жорика, а Жорик предупреждал. Тут просто надо было следить за ребёнком. Если бы не ты, если бы ты их не позвался... Жорик, сваливай отсюда. ...свою сестру Лукаса. Этого бы не было. Лукас бы мать твою не пропал. Давай, я не знаю, ну хватит, пожалуйста. Ты позвал сюда мою сестру. Ты не посадил их на самолёт. Если с Лукасом что-то случится, я не знаю. Да не случится с ним ничего. Мы найдём его, найдёмся. Слышишь ли? Расскажи, расскажи, что случилось. Как это всё произошло? Вы просто стояли, вы просто пришли. Эй, ты, проваливай отсюда. Я сказал, чтобы не видел больше тебя здесь. Это вообще-то моя сестра, я могу с ней говорить. Я здесь не по работе. Я уже допрашиваю. О, это я вас умоляю. У вас есть хотя бы одна зацепка в этом деле. Вы целый месяц ни хрена не делаете. Сэр, я попрошу вас угомониться. Дети продолжают пропадать, а единственное, что делает полиция, это отрезка и чёртова мать его пони. Я вас задержу за неуважение к представителям власти. Да? Серьёзно? У вас пропал очередной ребёнок, а вы задержите меня? Давайте. Вы же ни хрена больше не делаете. Не можете, вы оцепили город. Вы закрыли выезд из города. Вы осматриваете машины. Да ни хрена вы не делаете. Моё терпение сейчас лопнет. Вы либо замолгаете, либо... Нибо что? Шериф, не слушайте его, он сейчас на эмоциях. Да, ещё на каких... Я с ним поговорю. Идём, Линч. Да отвали ты, Джон. Значит так, слушайте сюда, безмозглые вытупицы. Вов� наступить город, проверять каждую машину. Идём, мать его, племянника. Слышите, найдём, мать его, племянника, или я с вас в шкуру спущу. Ты чего так скипел-то, приятель? Да ты видел, как работают эти дебилы? Они ж вообще ничего не понимают. Да успокойся, Линч, остынь, слышишь? Погоди-ка. Что там? Мороженчик. Это он, Джон. Это он, мать твою. Куда ты собрался, Линч? Чего делаешь, Линч? Лукас, остановись, и выйди оттуда. Ты тварь, где ты его прячешь? Говори, где ты его прячешь, а? Отвечай мне с мороженой. Приходите через час. Какой премьер? Чё вы здесь происходите? Слышишь, Джон, помоги мне вытащить его. Эй, он, он был здесь всё это время. Он был здесь всё это время. Где они? В холодильнике? Не надо ложить в холодильнике. Это фон холодильник, даже морал. Нету, нету, нету. Что ты скрываешь, что ты скрываешь? А ничего не знаю, мороженое проноебается. Хватит вопить, слышишь, я помогу тебе. Помогу отъехать на Народ. Вы хотите, 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 чтобы не набрать его. Да что вы стоите, штурмуйте фургончика, забирайте. Вы слышите меня, это мороженчик похищает детей. Ладно, ладно, вы делаете ошибку. Большую ошибку. Смерть самкопату, смерть самкопату быстро. Руки на виду, чтобы я их видел. Давай их сюда. Слышите, осмотрите его фургон. Это он, я у меня сюда, я сказал, вот так вот. Он не опасен, слышите, он не опасен, я сам. Готов, голубчик, машина. Что ж ты мне делал, блин? Хорошо, посмотрите фургон. Джон, следи за, дай его. Не поскоряйте машину, осторожно, голова. Везите его в участок, живо. Эй, шериф, кто-нибудь, выпустите меня, я успокоился. Мне нужно найти срочно моего племянника, эй. Я Ритти задолбал. О, Джон, Джон. Эй, червхату, Линч. Как там новости какие, есть что-нибудь про Лукаса, нашли его? К сожалению, нет, приятель, Линч. Черт возьми, слушай, а ты можешь меня вытащить отсюда? Я все могу, Линч, сейчас тебя выпущу. Ты серьезно или шутишь? Я уже залог внес, договорился обо всем, сейчас все будет. Молодец, Джон, молодец. А что, немедленно? Да потерпи ты, тебе вообще-то хулиганку хотели впаять. Хорошо, что они согласились на залог. А неужели? Можно как-нибудь побыстрее меня выпустить? Вы все никак не успокаивайтесь, мистер Линч. Да, Линч, успокойся, а то они тебя не выпустят. Он правду говорит, послушали бы вы его, мистер Линч. Да, да, я все понял, хорошо, можно, пожалуйста, быстрее открыть эту дверь? Конечно, вы свободны. Спасибо, наконец-то, давай, идем, Джон. Идем, приятель. И, мистер Линч, шериф попросил вас не покидать пока город. Это само собой офицер, а вы передайте шерифу, чтобы он нашел моего племянника. Конечно, мы прилагаем все усилия. А, я видел. Идем уже, Линч, что ты никак не успокоишься? Как ты успокоишься? Давай сюда мою камеру. А, на, держи. Рассказывай давай, что удалось выяснить? По сути, Линч, ничего. В смысле ничего? Ты на приголе? Я четыре часа сидел в этой клетке, а вы ничего не сделали? Да, сделали, сделали. Полиция сейчас проверяет все камеры, прочесывает лица. Полиция бесполезна. А Лили где? Она вместе с полицией по лесам бродит. Так, а ты чем занимался все это время? Ну, я опрашивал свидетелей, пытался вытащить тебя. Как видишь, между прочим, успешно. Да, только Лукасу это не поможет. Идем давай. Ты бы не нервничал так, Линч, а то тебя опять упекут. Да я уже понял, что лучше здесь свои эмоции не показывать. Так, слушай, давай по порядку. Как пропал Лукас? Что было? Что там предшествовало этому? Не знаю. Да ничего не было. Я уболтал Лили все-таки уехать отсюда. Но она настояла зайти позавтракать. Мол, в самолете хреново кормили. Но мы пошли во вчерашнюю кафешку. На барной стали заказывать еду. Так. Ну вот, в этот промежуток, пока мы выбирали, что поесть, Лукас и пропал. Погоди, то есть Лукас пропал в кафе, что ли? Нет, не совсем. На камерах видно, как он стоял за нами, а потом вдруг вышел и все. Я тебе говорю, Линч, это произошло буквально за 5-10 минут. А снаружи? Камеры снаружи что-нибудь показали? Не-а. Нету там камер снаружи. А где есть, они не работают. Ну конечно, кто бы сомневался. Вот и все, в принципе. А на телефон? На телефон вы ему звонили? Само собой звонили, Линч. Недоступен. Я не пойму, есть вообще какие-то зацепки или как? По сути нет. Класс, Джон, просто класс. Ты не переживай, Линч, мы его обязательно найдем. Ну да, конечно, найдем. Слышишь? Найдем обязательно. Ладно, короче, нужно действовать быстро, поэтому предлагаю разделиться. Хорошо, давай. Иди в кафе и монитори ситуацию. Если увидишь какого-нибудь ребенка, который гуляет один, то ты следуй за ним и не своди с него глаз, понял? То есть ты предлагаешь мне следить за ребенком? Да, именно так, Джон. Ну, допустим, а ты что делать будешь? Я, наверное, поеду к выезду из города. Там была заправка, может там что-нибудь видели. Ты думаешь, Лукаса уже вывезли из города? Все может быть, приятель, все может быть. Ладно, я возьму тачку, так что давай на связи. Ты там осторожнее и без психов, пожалуйста. Да, Джон, конечно, я тебя понял. Без психов. Ладно, раз полиция не может выполнять свою работу, ее буду выполнять я. Держись, Лукас, держись, приятель, я тебя обязательно найду. Он такой, невысокого роста, где-то метр с кепками, в очках. Ну, как на фото я вам показывал. Нет, извините, сэр, я не видела его. А может, какие-то подозрительные машины или люди или что-либо еще вас обеспокоило? Нет, ничего такого не было. Вы уверены? Все как обычно. Ладно, ясно, спасибо. Вы зайдите еще к Дорсу, это соседнее здание. Может, он что-то видел. Ага, понял. Спасибо еще раз. Да, не за что. В общем, друзья, добрался я до заправки. Как видите, у нас тут тучи затянули, срывается немного дождь. Заправка находится на въезде и, соответственно, на выезде из города. И я приехал сюда с надеждой что-нибудь да узнать. Может, кто-нибудь видел какую-нибудь подозрительную машину или видел самого Лукаса. Пока, конечно, все глухо, но надеюсь, что тогда я выясню. Сейчас опросим владельца этого магазина и будем двигать дальше. Правда, куда, я еще не знаю. Добрый день, я ищу мальчика. И не вы один. Он пропал несколько часов назад. Да-да-да, полиция к нам уже заезжала. Ничего подозрительного я не видел. А может, посмотрите все-таки на фото? Говорю же, не видел ничего подозрительного. Все, не отвлекайте меня. Мне нужно работать. А то целыми днями тут ходят, спрашивают для всяких мальчиков, а работа, когда я буду? Ладно, значит, если здесь не видели ничего подозрительного, то, возможно, Лукас еще в городе. Вот только где его искать? Не на НЛ же с дьяволом не охотится. Мороженщик отпадает. Лили сейчас в горах. Может, это и вправду какой-нибудь маньяк? Но тогда Лукас в еще большей опасности, ведь... Люди, тише твари. Это что такое? Что-то я не видел этот указатель, когда мы заезжали в город. Да и на указатель это не очень похоже. Ферма? Где там? Там же выезд, там ничего. А, вот дорога. И, судя по следам, здесь совсем недавно кто-то ездил. Какой-то фермер. Хотя дорога выглядит довольно-таки заброшенной. Это интересно. Эй, парень, а куда идет та дорога возле указателя? На заброшенную ферму Миккельсов, сэр. На заброшенную ферму? Ясно. Тебе помощь нужна? Нет, спасибо, сам справлюсь. Ну, как знаешь. Спасибо за информацию. Да не за что, сэр. Заброшенная ферма на выезде из города, по которой кто-то совсем недавно ездил. Я думаю, это как минимум стоит проверить. Если ферма давно заброшена, то, возможно, там находится логово этого маньяка. Хотя, за месяц эту версию наверняка должны были проработать. Даже эти никчемные копы. Проверить все равно можно. Да, здесь однозначно кто-то ездил. Везде пробуксовка от колес. Вот только кто. Разве что полиция. Но тоже не факт. А вот, похоже, и ферма. Там бар стоит. Вот и напорная вышка. О-о-о. А вот и дом. Мрачный, однако. И знаете, друзья, это однозначно похоже на место, где мог бы обитать какой-нибудь ненормальный маньяк. Что ж, пойдемте осмотримся. Да, территория большая, заброшенная. Лукас! Эй, Лукас, приятель! Тишина. Ну, думаю, это место однозначно стоит проверить. И думаю, стоит начать с этого дома. Кому же там, кажется... Да, двери открыты. Черт, шприцы. Эй! Здесь кто-нибудь есть? Лукас! Да, запашок здесь, конечно, стоит такой, будто что-то сдохло. Надеюсь, это не то, что я думаю. Ну что ж, начнем. Что у нас здесь? Пианино. О, я ж надеюсь, как только я зайду в соседнюю комнату, оно не заиграет внезапно, как это обычно у меня бывает. Ладно, что здесь выход на задний двор. Это что? Шприцы опять? Ванная? С какой-то вонючей водой? Это больше похоже на какой-то притон, чем налогово маньяка. Повсюду бутылки, окурки, шприцы. И все это добро, если можно его так назвать, довольно-таки свежее. Да, судя по мебели, которая из прошлого века, и по бутылкам, которые из нынешнего века, здесь явно кто-то частенько бывает и, судя по всему, отрывается. Возможно, молодежь. И, скорее всего, это ложная зацепка. Вряд ли здесь есть что-то, кроме этого, мусора и старой мебели. А? Это еще что? Я клянусь, я слышал что-то сверху. Что-то скрипнуло. Эй, кто здесь? Я что-то видел. Кто здесь, мать ваша? Там что-то промелькнуло. Прошло или, не знаю. Черт, о ружье я стоял, вот или... Проклятье, у меня аж мурашки по коже побежали. Ладно, спокойно. Может, какой-то наркоман? Черт. Я вооружен! Вооруженный опасен. Надеюсь, это его спугнет. Лукас, это ты, приятель? Ну да, конечно, и он молчит. Я поднимаюсь. И я вооружен, повторяю. Твою же мать, черт, отвали! Чертов... Чертов енот, блин. Еще и шипит, гад. Бешеный, похоже, какой-то... Да уж. Еноты меня еще не пугали. Это енот. Всего лишь енот. Возможно, бешеный. Надеюсь, он свалил. Так, а здесь... Довольно-таки опасно. Пол может провалиться. Да и еноты бегают бешеные. Еще, блин... Еще этот трупный запах усилился. Фу, мать его. Как воняет. Хорошо, что камера не передает запахи, потому что... А вот, похоже, то, что и излучает этот... Непередаваемый аромат. Что это крыса? Большая. Хотя, это больше похоже на енота. На дохлого енота. А тут второй, что? Жрал этого, что ли? Енот-каннибал? Да уж, чего-чего, такого в моей практике еще не было. Фу, ну и запах, блин. Так, что у нас здесь? Последняя комната. Последняя комната, в которой... По-прежнему нихрена нету. Дом абсолютно чист. Ну, как сказать чист. Здесь срач, конечно, но... Никаких зацепок, ведущих к похищению детей... Я не обнаружил. Есть еще, конечно... Амбар. Стоит ли его проверять? В теории, конечно, там может прятаться какой-то маньяк или... Прятать там детей. Да, думаю, стоит проверить. Посмотрю быстренько и поеду назад, потому что что-то, мне кажется, это все пустышка. Главное, чтобы этот бешеный енот свалил, потому что не хватало мне еще подцепить здесь какое-то бешенство. Ну да, здесь повсюду следы от колес и даже встречаются вроде как человеческие. Однозначно здесь были люди, возможно, наркоманы или какая-то молодежь. Возможно, что-нибудь еще. И, надеюсь, это что-нибудь еще я найду в амбаре. Так, а ворота-то закрыты, похоже. Это что? А нет, а вот и замок. Так, ну что ж, давайте-ка попробуем их открыть. Тяжелый, блин. Так, ну... Довольно-таки просторно. Эй, есть здесь кто? Лукас? Похоже, никого. Ну, в принципе, ничего такого. Старые ящики, старая мебель. Все стандартно. Обычная заброшенная ферма, где любят погулять молодежь. Так, а наверху есть что-то интересно? Как туда попасть? Туда вообще можно подняться? О, вот, похоже, лестница. О, состояние у нее, конечно, такое себе, но... В принципе, можно как-нибудь скарабкаться. Черт. Вот так вот. Так, и что здесь? Твою же мать. Очередной енот, что ли? Только этого уже... Закололи ножом. И что это, мать его, значит? Неужели здесь какие-то... Какие-то сатанисты тусуются? Еще одна теория в копилку? Но нет уж. Короче, здесь ни черта нету. Кроме вони и дохлого енота, блин. Черт. Ну, в принципе, вот и вся ферма. И что в итоге? В итоге просранное время. Можно, конечно, слазить еще на вышку, но думаю, вряд ли там что-то есть. Разве что выяснить, кто сюда приезжал. Есть у меня идейка, как это сделать. Но вот стоит ли оно того? Вся заправка буквально увешана камерами. И конкретно это снимает поворот на ферму. И если они работают, то я запросто смогу выяснить, кто туда заезжал. Вот только что-то мне подсказывает, что записи у этого усатого мудака, который не хотел со мной разговаривать. Но, надеюсь, парочка зеленых его разговарит. Потому что это реально может быть зацепкой. Добрый день еще раз. Я у вас был сегодня по поводу пропавшего... Да-да-да, я помню, кто вы такой. Что вам нужно? Слушайте, я заметил съезд на заброшенную ферму. И увидел, что там есть свежие следы колеса. А что с того? Полиция туда сегодня ездила. То есть вы сами своими глазами видели, как туда заезжает полиция? Ну да. Они сначала опросили всех нас. Потом поехали на ферму. Пробовали там минут 30. А потом уехали и все. Слушайте, а еще кто-нибудь туда заезжал? Вы не видели? Да я аж откуда знаю. Я не слежу круглые сутки за машинами. Мне вон есть за чем следить. Понятно. А я заметил, что у вас здесь на заправке прям так очень много камер. Они вообще как, рабочие? Ну допустим, рабочие. Ага. А можно записи с них посмотреть? Конечно же нет. Послушайте, это очень срочно. У меня племянник пропал. Возможно, я смогу увидеть какую-нибудь подозрительную машину или самого преступника. Это важная зацепка. Пожалуйста. Я сказал нет. Вообще-то полиция записи изъяла. А, вон оно что. А у вас, может, копии остались какие-то? Ну, возможно, и остались. Но они не для посторонних. Повторяю еще раз. Пожалуйста, это важно. Вы понимаете, что мне нужно найти племянника. Вы понимаете, что его жизнь, возможно, в ваших руках, и вы можете... Мне некогда. Проваливайте. Мне нужно работать. Все. Разговор окончен. Да подождите вы, подождите. Неожидану вызвать или как? Что если я у вас куплю бутылку воды или какую-нибудь жвачку, скажем так, за... За 50 долларов. Бутылку воды за 50 долларов? Ну да. Вообще-то ее цена 100. 100 долларов за бутылку воды, правильно? Да. Ясно. Хорошо, сейчас. Вот, держите. 100 долларов за бутылку воды. Надеюсь, настоящий. Самая дорогая вода в моей жизни. Давай, идем за мной. Эй, вы двое, ничего не воруйте. Камера пишет. Я за вами слежу, ясно? Я разговариваю с ним. Он вообще-то мамку назвал. Так, сейчас. У меня тут есть папка. Я тебе ее сейчас на рабочий стол вынесу. Только больше ничего не трогай. Понял? Мне больше ничего не надо. Садись. Так. Вон, видишь? Записи с камеры, папка. Да, вижу. Значит, смотри. Цикл записи камер 48 часов. То есть они постоянно перезаписывают. Так что у меня есть записи только последних двух суток. Я думаю, мне этого хватит. Спасибо. Все, больше ничего не трогай. Особенно папку приватная. Понял? Да, да, да. Конечно. Мне нужны только записи. Не переживайте. Все, давай. Ну что ж, ребятки. Надеюсь, я смогу увидеть что-то интересное. Надо Джону еще позвонить, узнать, как у него дела. В общем, друзья, просидел я здесь пару часов и таки кое-что нарыл. Буквально пару минут назад наткнулся на кое-что интересное. Сейчас, погодите. Вот, смотрите. Дорога, поворот на ферму и... А, блин, это не та запись. Это запись, где полиция туда едет. Сейчас, мне нужна вчерашняя. Вот она. Так, смотрим внимательно. Внимательно смотрим. Ждем. Вот наша дорога. И кто на нее выезжает? Наш знакомый всеми фургончик мороженчика. Он вроде как едет из города. Опять-таки, зачем ехать мороженчику из города? И тут внезапно помехи. Как удобно, да? Помехи пропадают и мороженчика нет. Он типа уехал из города. Но не тут-то было. Смотрите, ставим паузу, приближаем и... БАМ! Мороженчик ездил на ферму. Вот он он, его фургон. Еле заметный. Но он туда ездил. Зачем? Пока непонятно. Но это явно весомая зацепка. Думаю, полиция ее не заметила, но... Я-то заметил. Так, это выключаем. И... Нужно быстрее найти этого гада. Это по-любому он. По-любому мороженчик похищает детей. Куда он их девает, пока мне непонятно. Но то, что это он... Ты чего, закончил уже что-то? Да, большое спасибо за помощь. И за воду ценой 100 баксов, блин. Так, нужно позвонить Джону и... Полицию, наверное. Хотя, они мне не поверят. Нужно делать все самому. Да, Линч. Джон, Джон, слушай внимательно. Это мороженчик. В смысле? В прямом мороженчик похищает детей. Я опять за свое... Да послушай ты, я на заправке. Здесь есть неподалеку заброшенная ферма. И по камерам видно, как он туда заезжает. Ты нашел Лукас? Нет, не нашел. На ферме никого. Но мороженчик-то туда не просто так съезжал. Может, парню отлить захотелось? Ну да, Джон. Проще же поехать отлить на заброшенную ферму, чем сделать это на заправке в бесплатном туалете. Нужно его найти. Ты его не видел? Видел. Он прямо передо мной. Отлично. Не упускай его, Джон. Слышишь? Не упускай. Только ничего не делай. Жди меня. Где ты находишься? Возле нашего отеля. Он тут трется уже минут 10. Хорошо, понял. Все, сейчас буду. Жди. Ладно, давай. Есть. Попался, гад. Боже, приятель. Давай. Какого хрена? Куда ты подевался, блин? Я уже раза три позвонил Джону, а он не берет трубку. Он должен был следить за мороженчиком, а в итоге ни его, ни мороженчика нет. Черт, это весьма подозрительно. Надеюсь, он не попался ему в лапы следом за Лукасом. Ладно, нужно вернуться в номер, взять ружье, взять еще... О, мистер, снова вы? Опять ты? Ты чего тут? Опять сам гуляешь? Я так прогуливаюсь под дождем. Не давно ты здесь гуляешь? Прилично так. А друга моего не видел? Он такой в очках и в оранжевой рубашке. В очках, значит. Да, такие большие, будто бинокли. Такой дерганный и с пескнявым голосом, что ли? Да, 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 это он. Ты видел, куда он пошел? Видел. И куда же? За мороженчиком он отправился. Черт, ты случайно не знаешь, куда мог отправиться этот мороженчик? Конечно, знаю. Я изучаю этого гада и примерно знаю, в каких направлениях он катается и продает свое гипномороженое. Гипномороженое? Гипномороженое. А вы, мистер, как думаете, он людей ловит? Ладно, слушай, а ты можешь мне показать, где этот мороженчик может быть прямо сейчас? А вам зачем, мистер? Я думаю, что мороженчик похищает детей. Правда? Да. То есть вы поверили моей версии? Ну, типа того, да. Так что, покажешь или как? За определенную плату покажу. Ладно, договоримся. Мне нужно зайти в номер и кое-что взять, так что жди здесь. Хорошо, напарник. Что? Ну, мы же теперь напарники. А, ну да. Ладно, а жди здесь и, если что, к мороженчику не подходи. Хорошо, друг. Всё, давай. Масочку наденьте. Да отстаньте вы со своей маской, блин. Пока ничего подозрительного. Этот гад стоит на каждой точке по 15 минут, а затем уезжает. У меня на карте есть его примерный маршрут. Он его, конечно, бывает, меняет, но самый частый я заисовал. Я смотрю, так нехило подготовился. А то, приятель. Дай-ка угадаю, этот мороженчик появился в городе где-то с месяц назад, да? Ну нет, скорее больше напарник. Может, присматривался к городу. Ладно, следи за ним, мне нужно позвонить. Так давай быстрее напарник, а то он скоро сменит своё место дислокации. Да никуда он от нас не денется, не переживай. Ну не знаю, друг, не знаю. Ну же, Джоун, возьми трубку. Где тебя носят, блин? Чёрт. Ваш друг слишком близко подобрался к мороженчику и тот его сцапал. Ты так думаешь? Я в этом уверен. Ну, может быть. Надеюсь, конечно, нет, но куда он его делал? Куда он вообще девает пропавших детей и всех, кого похищают? Не знаю, но в теории хранит в холодильнике в своём фугоне. Нет, его холодильник я уже проверял, а там никого не было. Значит, есть другое место. Чёрт, что же делать? У меня есть идея, напарник. Что? Какая ещё идея? Я могу быть приманкой. Нет, какая ещё приманка? Ты вообще, что ли? Спокойно. Я не буду есть грипп на мороженое. Нет. Просто сделаю вид. Я говорю нет, блин. А ты за мной проследишь, напарник. Ты понимаешь, что он может тебя убить? Он может тебя убить, как только ты подойдёшь к вагончику. Мы не знаем, кто он и не знаем, что ему нужно. Да не убьёт он меня. На этой неделе уже было похищение, так что в теории я в безопасности. Никаких теорий, блин. Никуда ты не пойдёшь. Будем думать какой-нибудь другой план. О, это рация? Да, положи где взял. Мы сможем поддерживать связь. Какую, блин, связь? Я тебе не позволю... А кто спрашивать будет? Что? В смысле? Эй, стой! Погоди, нет, стой! Чёрт, а куда он? Вот же мелкий засранец. Нужно его вернуть. Чёрт, мороженчик его заметил. Так, ладно. У меня есть ружьё. Если что, я... Я успею подскочить. План на самом деле хороший. Вот только рисковать пацаном мне не нравится. Так, ну и что там происходит? Похоже, он заказывает мороженое. Давай, гад. Давай своё гипно-мороженое. Чего они стоят, блин? Ну, что он делает? Уходит? Откуда у него мороженое в руках? Куда он, блин? Нет. Он заходит. Он заходит в фургон. Зашёл. И двери закрыл. Так, и... Где он? Где он, мать его? Где этот пацан, чёрт? Какого хрена? Что происходит, блин? Где он, мать его? А? Закрылся. Так, и сейчас они куда-то поедут, да? Он куда-то его повезёт. Пожалуйста, только не убей его прямо сейчас. Давай, садись за руль и едь. Садись, мать твою, за руль. Слишком долго. Что-то происходит. Что-то не так, блин. Что-то происходит. Нужно спасать пацана. Нужно спасать его. Эй, отпусти его, слышишь? Я видел, как пацан зашёл к тебе, эй! Чёрт возьми. У меня оружие. Я вооружён, слышишь? Отпусти пацана. По-хорошему, слышишь, гад? Какого хрена? Эй, пацан. Где, мать его? Это шутка какая-то? Здесь никого. Но куда они могли деться? Куда они, мать его, вдвоём делись? Он же... Он же не мог быстро выйти и куда-то скрыться. Да смысл ему это делать, если только он зашёл в этот дом? Что, мать его, за фокусы здесь происходят? Он же не мог просто бросить фургон. Зачем тогда заводить пацана к себе? Что это за звуки? Из холодильника? Эй, пацан, ты здесь? Что за чёрт, мать его? Что это такое? Это... Что происходит? Здесь были пустые полки и морозилка, а теперь... Что это такое? Это... Что это? Субтитры создавал DimaTorzok